Привет, друзья! С вами международный гроссмейст Роман Овечкин. Сегодня покажу вам партию из очень сложного дебюта. Партия была сыграна в 2014 году в Нижнем Тагиле на этапе Кубка России, Мемориал Зудова. Позднее у этого турнира отняли статус этапа Кубка России из-за проблем с выплатой призовых. Но Евгений Георгиевич действительно немало сделал для развития шахмата. В 2014 году, еще до переезда в Тюмень, я решил в нем сыграть. В процессе турнира только появилось предложение, то есть только после турнира, вернее, мне предложили переехать в Тюмень. Вот. Партия, которую вы увидите, я ее играл черными против Алексея Смирнова. Это международный мастер из Перми, рейтинг за 2.400. Было принято решение сыграть вот такой вот дебют, ловский гамбит. Понятно, что черные рискуют, они жертвуют пешку. Пока что 2. Ну, понятно, что одну в любой момент могут отнять. Но здесь у черных достаточно понятная игра по линиям А и Б. Плюс возможности игры против пешки Д5. И слон, который выходит на Ж7, становится неимоверно сильным. И в целом компенсация у черных есть. Белым надо действовать достаточно аккуратно. Ж6, конь С3. Основным ходом в этой позиции является слон бьет А6. Но вот эту позицию играть не очень хотелось. Мне кажется, что здесь у белых шансы должны быть выше. А ход слон Ж7 на тот момент еще не сильно оброс теории. То есть черные экономят темп, находят Д7, Д6. Но при этом им надо считаться с тем, что белые могут, допустим, сыграть Е5. И после того, как конь уйдет, скажем, конь Е8, хотя бы там Аш4 или конь Ф3 и потом Аш4. То есть со всем этим черным тоже надо считаться. Выглядит достаточно опасно. Хотя с другой стороны белые чересчур оголяют свои тылы. И для них это тоже таит определенные в себе проблемы. Самым естественным ходом является конь Ф3. И теперь не слон бьет А6, потому что белые просто разменяются на А6, тракируют и отправят коня на пункт С4. То есть главный недостаток выбранной схемы это наличие мощного пункта С4 у белого коня. Ферзь А5. Ферзь А5. Идея именно в том, чтобы пока что напали на пешку Е4. А на пункт С4 белым не так просто попасть. Последовала конь Д2. Конечно, есть и ход слон Д2. Теперь взяли на А6. И вот теперь, если взять на А6, то черные, насколько я помню, должны бить коню. Ну, белый конь на С4 не попадает. И вот туда там ферзь с поля Б4 будет сталкивать. Тут возможен ход Е6. Кстати, а может быть и ферзем еще есть взятие, чтобы не было коня бьет С4. Тоже вполне возможно, что на слон бьет А6 и ферзь бьет А6. По крайней мере, с такой возможностью белым тоже надо считаться. Дело в том, что без ферзей, как ни странно, позиция черных становится очень агрессивной. То есть, размен ферзей принято считать, что выглядел черным. Вот, несмотря на отсутствие пешки. В партии последовал неточный, на мой взгляд, ход конь Б3. И здесь у черных три логичных ответа. Самым принципиальным выглядит ферзь Б4. Напали на пешку, вызвали А3. Здорово стоит ферзь на Б6. В общем, выбирая между двумя этими ответами, я пришел к выводу, что для моего противника более неприятным будет ответ, более уклончивый такой ответ, ферзь C7. Ферзь встал на отличную диагональ. И при случае белым надо считаться с выпадом конь G4. Ну, в дальнейшем увидите, где это будет. Белые обязаны вроде бы ходить слон Е2. Здесь еще один плюс ферзя на C7. После C4 пешка C4 очень надежно защищена. То есть, была вот такая вот тактика. И теперь висит два коня. Черные отыграли пешку. Ну, и стоят не хуже, так скажем. Говорить о том, что у них здесь перевес, я не могу. Слон А6 упирается в пешку C4. Пешка D5 черных серьезно стесняет. Ферзи с доски исчезли, но у белых появилась линия Е2 игры. А конь B8 пока еще в игру не вошел. Но то, что точно не хуже, это факт. Вот. Мой противник взял на А6. Конь бьет А6. И здесь самым таким естественным волжским продолжением был ход C4. И конь идет на ослабленное поле D3. Конь на D3 при поддержке пешки C4 называется конем Каспарова. То есть несколько партий Гарри Кимович выиграл еще в молодости. Именно вот так водрузив коня на D3. Оказывает очень неприятное воздействие на весь лагерь белых. Но я увлекся другой идеей. То есть я, видимо, зевнул, что после конь D4 есть удар конь бьет Е4. Или не зевнул, а забыл про него. Конь D4, конь бьет Е4. Давайте поставлю. Конь D4. Взяли. Взяли. Нанесли вилку. Отыграли. Коня пешек поровну. А здесь черные уже рокировали. И в них давление по линии МА и Б очень сильное. И конь идет на D3. Усиливая это давление. Вместо этого я сыграл ладья FB8. Стандартный шаблонный ход. Очень характерный для Волгского гамбита. И белые могли путем конь D2 получить вполне нормальную игру. Конь стремится на поле C4. При случае его в этом поддержит ферзь. А главное он ушел с плохого поля B3. Например на А4 у черных помимо возможности C4. И здесь куча ходов. Е6, конь B4, конь C5, D6. Все дают отличную компенсацию за пешку. Была возможность и скажем пойти конь G4. И на ферзь бьет G4 ладья бьет B3. С усиливающим содавлением на ферзевом фланге. Я предпочел напасть на пешку. Зевнув, что ее можно защитить ходом ладья Е1. И непонятно в общем-то для чего ладья встала на B4. Хитрый стокфиш ничего умней коль G4 здесь не видит. Ну и считает позицию примерно равным. Вместо этого мой противник сыграл конь B5. И это меня сильно порадовало. После ферзь B8 неплох был и ход ферзь B6. Давление по лиге B еще усилилось. Конь на B5 не может считаться устойчиво расположенным. Потому что пешка А4 она под ударом. Более того за ней там ладья стоит. То есть при случае конь B3 просто привязан к защите ладья А1. То есть где-то надо считаться с C4. Скажем конь C5 и ладья бьет B5. Белые укрепили пешку E4 и снова ошиблись. Они были обязаны ее пожертвовать. Но нейтрализовать слона G7. Тоже позиция у черных может быть чуть-чуть поприятнее. А может и нет. После F3. C4. Конь D4. Да у черных очень понятная игра. Пешка А4 отыгрывается. У белых есть симпатичная пешечная цепь от G2 до D5 по белым полям расставленная. Но у нее есть серьезный недостаток. Вот так расставив пешки черные бы здорово ограничили белопольного слона черных. Белый вернее. Здорово бы ограничили белопольного слона черных. А его на доске нет. Есть чернопольный. И как раз в лагере белых ослаблены черные поля. Вот именно за счет этой расстановки пешек. Железо считает, что наибольшие шансы на успешную защиту здесь давал ход конь C2. Но очевидно, что у черных здесь полный порядок. Конь идет на D3. Второй может отправиться или через H5 на F4 или через E8, D6 на B5. А в партии было сыграно слон D2. То есть белые отдали другим способом. И видимо зевнули. Вообще на Fc2 у черных массы хороших опять же ходов. Железо предлагает E6, Fb6 и конь E8. Выбрать ход из... Ну какой-то из этих ходов. Мне понравилась идея завести второго коня на D3. К тому же это выглядит как зевок. И мой противник очень быстро сыграл здесь B4. Железо предлагает выбирать между G3. Но там конь бьет G3 со страшной атакой. И король H1. Впрочем, тут тоже очевидно, что у черных шансы никак не хуже. А в партии последовало B4. Конь не может... Казалось бы, нельзя Cb из-за ферзь бьет C5. И нельзя никуда отходить. Конем висит ладья. Но после конь B3 выясняется, что нельзя как раз бить на B3 из-за Cb. Вообще завис конь на D4. Его нельзя уводить из-за ферзь бьет B5. Единственный способ спасти фигуру, по-моему, заключается как раз в ходе конь бьет B3. То есть после G4... Длинный вариант... А, в партии было G4, да? Вот. Если взять на B3 и защитить коня B5, то после B2 пешка B2 проходит. В партии мой противник впал в панику и пошел G4. Конь F4 угрожает взятие на D4 по-прежнему. Следует ход D6. Но теперь черные бьют неожиданно на D2. Если побить ферзем на D2, то последует, насколько я понимаю, E5. Потом черный конь отойдет на D3. У белых два коня под боем. Защищая друг друга, ни один отойти не может. На ферзь бьет A4, последует слон бьет D4. И выясняется, что хоть у белых и лишнее качество, а спасения нету. То есть висит ладья на F1, висит конь на D4. И пешка C еще далеко продвинутая проходная. В партии последовало D, и все закончилось достаточно примитивно. Шаг на H3. Надо уходить на G2. И выясняется, что ладья A4 неприкосновенно. Из-за ферзь бьет... Так, во-первых, да, ладья бьет A4... Ой, ферзь бьет A4 нельзя из-за матанной F2. А в ответ на король бьет H3 черные просто съедят на B4. Ну, можно несколько ходов без ладьи было сделать. Но сейчас черные ладью на A8 вернут. И все закончится. А, ферзь бьет E7 уже угрожает, да? Ну да, пешка E7, в общем, ее фигуры белок не успевают поддержать. В партии последовало E8 ферзь. Ну, тут у черных лишний конь. И снова угрожает мат на H2 и на F2. И поэтому белые признали поражение. Партия, на мой взгляд, достаточно характерная для Волгского гамбита. Есть у обеих сторон масса возможностей. У черных очень понятные идеи давления на ферзьевом фланге. Белыми, на мой взгляд, играть такие позиции несколько сложнее. Хотя, вроде бы, сейчас уже появились способы нейтрализации потенциальной активности черных фигур. Ну, на этом, пожалуй, я закончу этот ролик. Спасибо за внимание. Не забывайте, что в воскресенье состоится Близз-турнир. До свидания. Продолжение следует...